Да, конечно, есть, потому что, во-первых, многие иллюстраторы из России работают не с Россией, но при этом их знают как русских иллюстраторов. Когда ты делаешь какой-то проект, допустим, с Западом, с Востоком, неважно с кем, но не с Россией, российский клиент реагирует на это, и он типа такой, этот человек работал с Японией. Поэтому есть, и как бы, как любое искусство, оно будет всегда, вот. Единственное, что сейчас очень много людей почему-то начинают считать себя иллюстраторами, и ты не знаешь, как им сказать об этом ребятам, как бы, мы не иллюстраторы. Но, в принципе, время такое, что на каждый продукт есть свой покупатель, поэтому почему нет. Ты знаешь, я не особо, если честно, слежу за трендами, но мне кажется, самый главный тренд – это качество. Ну вот для меня. Я не могу сказать, что сейчас в моде там аппликация. Я подписываюсь на конкретного автора, если, допустим, он меня цепляет графикой. У второго интересный сюжет и цвет. Третий, опять же, очень хорошо знает академический рисунок, и на него просто приятно смотреть. То есть я подписываюсь в основном на людей, за которыми мне интересно наблюдать, что они делают. Потому что тренды – это что-то, что не так важно. Важно все-таки качество. Поэтому вот помнишь, может быть, года, да, наверное, два назад все вдруг стали фэшн-иллюстраторами. Прям все. Вот где сейчас эти люди? Вот я их не вижу. Вот. Саша Рощин, он очень хорошо вырос из того человека… А я могу имена произносить? Это не будет рекламой? Ну вот, Саша Рощин, он очень сильно сделал рывок. И отчасти, конечно, это его вина, что он начал вести курсы по фэшн-иллюстрации, и все домохозяйки вдруг такие «О, я тоже могу так делать». Но фишка в том, то, что Саша Рощин, то он остался. Все вот эти фэшн-иллюстраторы, которые были в тренде два года назад, их сейчас нет. Но качество, которое делал Саша, оно осталось. Вот. И вот качество – это обязательный пункт. Не важно, что ты делаешь. Потому что, допустим, есть люди, которые сейчас они не в тренде, пройдет пять лет, и все такие, типа, вот сейчас нужно вот это. И этот человек как бы вылезет. Но при этом главное, чтобы он делал что-то хорошо. Поэтому тренды – это как бы такой сквозняк, который дует из этой форточки. Вот. Не знаю, как тебя, но меня жутко, жутко бесит слово «арт». Как мне кажется, в русском языке очень много слов, которые могут описать конкретную работу. То есть, это иллюстрация, это картина, это афорт линогравюра, печать, оттиск и так далее. Но когда человек пишет, я сделал новый арт, или посмотрите на мои новые арты, это как, я не знаю, называть фрикадельки митболлами. Ну вот, есть же слово «фрикадельки», и есть слово «митболл». Вот этот тренд, он меня прям дико вымораживает. Вот, я не знаю, я прям впадаю в ярость, когда пишут, «Вы знаете, у вас такие прекрасные арты». Просто, мне кажется, нужно тогда быть до конца искренней, этим людям, которые используют слово «арт» и строить предложение. То есть, я нарисовал новый арт, я использовал такие-то «brushes», и как бы все это желательно на английском. И вот этим людям я советую почитать «Бёрджеса», «Заводной апельсин», где были сленговые русские слова. Вот, и это, конечно, колоритно, но в этом случае со словом «арт» это настолько бессмысленно и вот дорого-богато, что скоро, думаю, кровь из глаз пойдет при чтении. Вот, ну, мне кажется, это уровень все-таки, потому что нужно сохранять достоинство и уважение к тому, что ты делаешь. Ты делаешь иллюстрацию, ты делаешь картину, ты делаешь поделки, но делать арты – это ужасно. Я хочу, чтобы люди перестали делать арты, вот, чтобы занимались именно своим делом. Всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова